Здравствуйте! Третий микрофон. На этой неделе был повод вспомнить строчки Константина Кинчева. А когда вышел грозный хозяин, нервно упали ниц. Визит Трояна Басеску в Кишинев не оставил сомнений в том, кого именно нынешняя власть считает своим главным начальником. На месте какого-нибудь Фюллия я бы, ей-богу, оскорбился. Оказывается, он им не папа, вернее, не он им папа, а ведь так набивался в близкие родственники, склеивая разбитую коалиционную семью. Под обострастие и почести были такими, будто в Кишинев прибыл недоживающий срок президент беднейшей страны в Евросоюзе, а какой-нибудь глава Межгалактического Космического Совета. Впрочем, чему удивляться, нынешний правящий класс почти сплошь и рядом. Граждане Румынии, они даже поправки в законодательство внесли, которые позволяют им, будучи высшими руководителями Молдовы, не расставаться с милым сердцу румынским паспортом. Доходит воля ваша до абсурда. Даже посол Молдовы в Румынии является гражданином Румынии и ничего справляется, не обнаруживая ни малейшего раздвоения личности, смело выбирая между должностью и гражданством гражданство. В этих условиях неудивительны суета и волнения в связи с визитом к Бесеску. К представителям нынешнего руководства Молдовы, гражданам Румынии, приехал их президент. Получается, не столько с визитом, сколько с инспекцией. А суета и вправду поднялась нешуточная. Перекрытые дороги, очищенные от припаркованных машин, обочинные тротуары, усиленные наряды полицейских в парадной форме. Представители правых, кроме гимпу правящих партий, заблаговременно выстроились в очередь на аудиенцию. Подмели улицы, запретили протесты, надели лучшие галстуки. Между тем, ни для кого не секрет, что дела Бесеску на исторической родине в Румынии очень нехороши. Что он чудом, а вернее какими-то сомнительными манипуляциями с законодательством, едва избежал импичмента. Злые языки даже утверждают, что его гиперактивность на так называемом бессарабском направлении связана прежде всего с чрезвычайно низким уровнем популярности на родине. И что по эту сторону прута Бесеску пытается добрать очки, которые ему просто неоткуда набирать дома. Ну вот посмотрите. Бесеску, язык-то без костей, вновь пообещал Молдове безвозмездную помощь в размере 100 миллионов евро. 100 миллионов! Это те же самые 100 миллионов, которые Бесеску уже обещал Молдове в 2010 году. Обещанного, конечно, три года ждут, но тут вряд ли дождутся, потому что и тогда он обещал с известным результатом. Кишинев не получил из обещанного какие-то жалкие крохи, какие-то 8 миллионов. И сейчас, разумеется, тоже ничего не получит. Но даже не об этом речь, а о реальном положении политика Бесеску на родине. Реакция премьер-министра Румынии Виктора Понта на посулы, щедро раздаваемые в Кишиневе Бесеску, была молниеносной и весьма ироничной. Понта как будто намекнул своему президенту, нечего, мол, понты кидать и казенными бабками разбрасываться. Я подумал, как хорошо быть президентом, проявлять щедрость за чужой счет. Все, что мы можем сделать для республики Молдова, я хотел бы, чтобы шло дальше слов. Думаю, что если исполнились бы все заявления, которые прозвучали за последние 9 лет, молдаване были бы богаче Катара. Хотелось бы, чтобы мы занимались еще и серьезными делами, кроме заявлений. В конечном счете, совершенно не важно, каков уровень популярности Бесеску на родине. Как бы то ни было, срок его президентства в любом случае подходит к концу. Уже в следующем году в Румынии пройдут президентские выборы, в которых Бесеску уже не сможет участвовать. Два срока. Так что он уже совершенно официально хромая утка. Николай Тимофтьев, в свою очередь, практически с самого начала был прозван немой уткой. Из-за слабости и отсутствия позиций по любой, сколько-нибудь важной, скандальной и резонансной проблеме. От охоты в педу рядом няск и до трагических гибелей военнослужащих в национальной армии. Вот такая у них утиная история с впечатляющим началом. Немая утка ждет хромую утку, которая изволит запаздывать. Беспрецедентная история случилась с этим визитом. Был официально, через суд, запрещен митинг протеста против визита Трояна Бесеску в Кишинев. В Молдове еще со времен правления ПКРМ весьма прогрессивное, продвинутое, демократичное европейское законодательство в этой области. Организация любых акций носит заявительный характер. То есть достаточно объявить о времени и месте, и никто не имеет права препятствовать. И так было всегда, но не на этот раз, ввиду особой значимости гостя, а вернее, повторюсь, не гостя, а хозяина. Примар Кишинева Дарин Киртуаке оспорил готовящийся митинг протеста анти Бесеску и в суде получил на это положительный вердикт. Хотя и непонятно почему, поскольку основание, лишь бы чувствительные ушки Бесеску и Трояна не услышали ничего такого, что бы им не понравилось, не является юридическим аргументом. И пока еще не наказуемо выступать за независимость и суверенитет молдавского государства. Пока еще. Хотя и то, и другое постепенно доводится властью до состояния никчемной формальности. Решение суда о запрете акции протеста чрезвычайно опасный прецедент. Этак можно любую неугодную властям акцию взять и запретить. Все у нас сегодня перевернуто с ног на голову. Теперь получается люди, кричащие «ЖОС Униря» нарушили закон. Хотя именно что закон они не нарушали. У меня, вы знаете, даже стишок родился. Короткий и местами неприличный. Надеюсь, режиссеры запикают в нужном месте. Ну, рискну. Между нами. Со всех сторон, обложенный хуйами, судом отгородившись от людей, наш Троян проходит как хозяин необъятной родины своей. Тогда, знаете ли, надо было запрещать все, любые акции, как против, так и за. В конце концов, представители более чем 90% населения страны, выступающих против Унири, должны по логике вещей иметь не меньше прав, чем представители абсолютного меньшинства, выступающие за вхождение Молдовы в состав Румынии хоть чучелом, хоть тушкой. Но в том-то и дело, что сегодня Молдова управляется меньшинством и от имени меньшинства. Хорошо еще, хоть вдоль всей трассы по пути следования кортежа Басеску не стояли детки из какого-нибудь Басеску-Югенда с флажками и шариками цветов национального флага. Впрочем, и так замысел организаторов оправдался. Троян Басеску на какие-то мгновения таки почувствовал себя императором Трояном. А впрочем, думается, Басеску в Кишиневе ассоциировал себя вовсе не со своим римским тезкой, а с совершенно иным историческим персонажем. День в день 17 июля 1941 года только что оккупированную Молдову посещал не кто иной, как маршал Антонеску. В тот же день его высочайшим приказом на этой территории был развязан подлинный террор. В современной Молдове в школах этого, разумеется, не проходит. В учебниках, восстановленной в правах истории румын, режим маршала Антонеску официально называется толерантным. Но исторические документы, как и рукописи, к счастью, не горят. Продолжение следует... Меня не волнует, войдем ли мы в историю как варвары. Римская империя совершила целую серию варварских актов по отношению к современникам. И все же она была самым величественным политическим устройством. В нашей истории не было более подходящего момента. Если нужно, стреляйте из пулеметов. И это, конечно, настоящий вызов для любого сановного униониста, примерить на себя Эполлеты, великого кондукатора. А Басецку, безусловный и стопроцентный унионист, никогда особо этого не скрывавший. Разумеется, найдутся люди, которые сочтут совпадение дат визитов Антонеску и Басецку. Случайным, однако, общеизвестно, что ультраправые политики, такие как Басецку, чрезвычайно подвержены всяческой магии и магии цифр в частности. Так что, наверняка, это не случайное совпадение. Официальный Кишинев в последние 3-4 года вообще никак не реагирует на экспансионистские высказывания Басецку. В лучшем случае делает вид, что ничего не слышит. В худшем прямо или косвенно поддерживает. Даже те 3 проекта, о которых как бы окончательно договорились во время визита Басецку в Кишинев, они все посвящены так или иначе тому, что в унионистских кругах Кишинева и Бухареста именуют воссоединением. Газопровод Тунген и Ясы, в которой в связи с объявленной уже кончиной проекта НАБУКа, тупо нечего закачивать. Кроме все того же российского газа, который Молдова и так, и без Румынии получает. Такие-то высоковольтные линии, мосты через пруд сшивают грубыми стежками на суровую нитку. Главной интригой этого визита было на самом деле только одно. Сумеет ли Басецку совладать со своими инстинктами? Проявит ли должное уважение к хозяевам? Воздержится ли от заявлений, ставящих под вопрос и под удар молдавский суверенитет и священное право многонационального молдавского народа строить свое независимое государство? Не сдержался. Румынские журналисты расшифровали высказывание Басецку в небольшой, но шумной толпе поклонников. Кто-то спросил у него, будет ли унире? А он ответил буквально, дословно следующее. Требуйте и мы сделаем. Ну и дальше уже по нарастающей. Продолжение следует... Невозможно себе представить, какой еще президент, находясь в официальном визите в другом государстве, может себе позволить подобное. Пожалуй, никто больше. И снова наши начальники как воды в рот набрали. Как можно? Это же их президент. Вон Киртуак и даже предложил Басецку принять молдавское гражданство, чтобы тот мог продолжить политическую карьеру по эту сторону прута. Учитывая, что в свое время именно Киртуак и возил Басецку коршок с молдавской землей, предложение позаниматься политикой в Бессарабии более чем прозрачно. Мол, был бы Басецку и его политика, а уж какое-то количество румын для него завсегда наскрести можно. А уж какая у него политика, всем известно. Теплые объятия и поцелуи с молодым человеком в одежде с символикой, якобы запрещенные в Молдове экстремистской организацией нового Дряпта, могут, пожалуй, все сказать о содержании этой политики. И тут же возникло ощущение дежавю и почти сразу же вспомнилось, где и когда это уже было видено, вплоть до смятого толпой полицейского. Хорошо известны место и дата. Кишинев, 7 апреля 2009 года. По всей видимости, воодушевленные не на шутку тем фактом, что около сотни сторонников Унири чуть было не разорвали Басецку на сувениры, румынские газеты начали всерьез подсчитывать выгоды от объединения. Очень прагматично. Плюс столько-то километров дорог, плюс столько-то километров железных дорог, плюс столько-то километров пашин. Два главных позитивных для них показателя. Во-первых, улучшается демографическая ситуация в Румынии, которая понесла от евроинтеграции серьезные любые потери. И во-вторых, прирастает территория каждый квадратный сантиметр, который скрупулезно подсчитан дотошными румынскими писаками. А все вот это, одна кровь, один язык, одна культура, это для политической трескотни. Я, честно говоря, не пересчитывал, учнены ли в этих выкладках жители и территория Приднестровья. Но о чем можно с уверенностью говорить, так это о том, что и этот визит, и сделанные БССКу заявления, и главное, халуйское поддакивание и молчание кишневских политиков в ответ на эти заявления не прошли в Тирасполе незамеченными. И наверняка были записаны тамошними идеологами в список неубиваемых аргументов в пользу независимости региона. А впрочем, эти аргументы, пожалуй, больше нужны сегодня уже Кишиневу, ибо договариваясь о новых мостах через пруд, молдавские власти не отказываются от планов запереть на замок границу на Днестре, предварительно ее обустроив. Тот факт, что парламентское большинство под давлением фракции ПКРМ отложило второе чтение законопроекта о миграционных постах вдоль Днестра, вовсе не говорит о том, что вопрос закрыт. Пограничное, внимание, именно пограничная полиция, по свидетельству многочисленных очевидцев, вне всякого закона, периодически останавливает машины, пересекающие внутреннюю административную границу на Днестре и проверяет документы. То есть, по сути, работает в тестовом режиме, в ожидании, когда представители коалиции проевропейского нашего правления окончательно примут свое предательское решение. Информация подтверждается и из вполне официальных источников. Так, Тирасполь, устами главы внешнеполитического ведомства региона Нины Штанский, со ссылкой на Кишиневскую визави Наталью Герман, заявил, что на двух миграционных постах Кишинев отрабатывает технологию будущей пограничной работы. Это заявление министра иностранных дел Республики Молдова Натальи Герман, что уже работают два миграционных поста, а затем другое утверждение Кишинева, что это был якобы тестовый проверочный запуск, а само ведение постов на границе вдоль Днестра откладывается на неопределенное время. Мы не знаем, чему верить, тем более, что парламентом Республики Молдова уже утверждены и санкции за пребывание на правобережье жителей Приднестровья, обладателей украинских и российских паспортов. Вывод, который делается в Тирасполе и который вполне вероятно только и ждут в Кишиневе. Если будут установлены миграционные посты по Днестру, Тирасполь может выйти из переговорного процесса. И очень опасаюсь, что если это произойдет, представители кишиневской власти лишь облегченно выдохнут, подумав одну нехитрую мысль. Баба с возу коням легче. Нет, они конечно будут делать заявления, публично возмущаться, но это будут уже так, знаете, ритуальные пляски. Стоит ли удивляться, что на очередном раунде переговоров в формате 5 плюс 2 в Вене были согласованы лишь экологические вопросы. То есть он этот саммит вообще не дал никаких результатов. Что похоже вполне устраивает Кишинев. Все для Европы, все во имя Европы. Вильнюсский саммит на носу требование ЕС обеспечить контроль на восточной границе в силе. С Украиной договариваться сложно и не хочется. На Днестре можно действовать односторонне. Да и вообще стремящаяся в таможенный и Евразийский союз Приднестровья воспринимается этой нашей властью, как объективный тормоз на пути сближения с ЕС. А значит резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов, как говаривала героиня фильма «Покровские ворота». С этой точки зрения свежая статья некоего румынского политолога Дана Дунгачу, бывшего в свое время советником ИО-президента ГИМПу о том, как разделить Молдову по Днестру, выглядит не столько провокацией и подстрекательством, сколько констатацией и анализом реальных действий кишиневских властей. Фундаментальный вопрос плана про Вильнюс заключается в безопасности восточной границы Молдовы и контроле на уровне европейских требований миграционного и коммерческого потока с Востока Республики. Называя ее административной границей или иначе объявляя Приднестровье оккупированной территорией, что возрождает дискуссии о прецеденте Косова, что подразумевает временное отсоединение сепаратистского региона или что операция воспринимается в Тирасполе в Москве или другими сторонниками плана анти-Вильнюс, это другой вопрос. Ну вот видите, как все просто, вполне по-шариковски взять и разделить. Опять же, во имя евроинтеграции, во имя нее родимой, отказаться от части территории и сотен тысяч собственных граждан. Не навсегда, на время. Потом, когда-нибудь, когда правобережье Днестра, вкусит всех прелестей евроинтеграции и обожрется ими, Приднестровье так захочет к этим европейским прелестям приобщиться, что станет ломиться сквозь установленные КПП на Днестре и проситься обратно в единую страну. Интересно, хоть кто-то в это верит? Южный Кипр примкнул к Северному после того, как тот вступил в ЕС. Косово просится в Сербию в результате того, что Белграду что-то там такого европейского наобещали в Брюсселе. Да нет, конечно. Для того, чтобы решать подобного рода вопросы, нужно вырабатывать общую повестку дня, в том числе и геополитическую. И если Тирасполь стремится в таможенный и Евразийский союз, то Кишинев и для себя желательно совместно с Тирасполем должен хотя бы рассмотреть подобную возможность. К тому же число сторонников этой идеи в Молдове по самым неласковым к этой идее опросам уже сильно превышает число сторонников евроинтеграции. И в этом смысле, настаивая на безальтернативности выбора, невозможности оставаться интеграционно открытой стороной, власть прет против собственного народа. Ну вы же слышали, что заявил Басеску? Молдова – это часть румынского народа, и ей нечего делать в СНГ. Насколько я знаю, в Молдове есть силы, которые продвигают другие идеи, чем те, что продвигают власть. Это так называемое гражданское общество, которое проводит конференции, семинары, где продвигает идею изменения курса Молдовы в сторону Евразийского союза. Насколько я знаю, и его Евразийского союза еще нет, но хочу сказать следующее – провокации могут быть. И эти действия я тоже считаю провокациями. Итак, даже разговоры о возможности рассмотрения вопроса относительно участия в интеграционных процессах на Востоке на постсоветском пространстве гражданин Тимофий считает заговором и провокацией. И потому никакого учета интересов Приднестровья от действующей кишиневской власти ждать не следует. Тем более, что эта власть не намерена учитывать даже доминирующее мнение жителей Правобережья. И чем жестче будет ситуация вокруг Приднестровья, тем с большей готовностью Кишинев поучаствует в нагнетании напряженности, а затем с чувством выполненного долга выполнит и требования ЕС, и оформит, наконец, границу по Днестру. Существует даже мнение, что министр обороны Виталий Маринуца сохранил свой пост, поскольку дуболомно, то есть идеально вписывается в этот сценарий. А ведь после субботней гибели солдата, то ли восьмой, то ли, по другим данным, девятый по счету, за весь период пребывания Маринуцы во главе Министерства обороны и третий только за последний месяц, он, пишет пресса, даже написал прошение об отставке, без особого, впрочем, покаяния. Хотя, насколько мне известно, не афишируется даже сломанная в двух местах солдатская челюсть, что вкупе со смертями, которые поторопились лживо объявить результатом неосторожного обращения с оружием, как-то не вписывается в официальную версию Маринуцы о хорошем психологическом климате в армии. Маринуца эту версию озвучил и от нее не отказался. Каяться ему, ответственному за жизнь молодых людей по-прежнему, оказывается, не в чем. В данном случае моя вина заключается в том, что я не смог убедить руководство, что бюджет национальной армии в размере 256 миллионов леев является не просто маленьким, а мизерным и не дает нам возможность решать армейские вопросы даже частично. Мы будем бороться, как и делали этот до сих пор. Вообще-то, честно говоря, я не до конца верю в то, что Маринуца прям-таки взял и написал рапорт о добровольной отставке на имя Тимофти и пошел его подавать. Во-первых, примерно представляю себе мотивацию этого человека, считающего себя видным политическим деятелем. Во-вторых, ну не клеится его заявление с желанием уйти с поста. Да, скорее всего, Маринуцу, страшно портящего и без того не блестящий имидж. Власти сильно попросили уйти по-добру, по-здорову, а он гордо отказался. А на нету этой власти и суда нет. Соглашение о формировании правящей коалиции запрещает даже критиковать им друг друга. А увольнение того или иного, даже потерявшего стыд и совесть министра, может состояться только с согласием той партии, которая его делегировала, в данном случае либералов-отщепенцев. А Маринуца среди отщепенцев весьма видная фигура. Короче, не важно. Важно то, что Маринуца, вопреки здравому смыслу, сохранил пост. Ну а как же? Евроинтеграция, как выясняется, без человеческих жертв не бывает. У меня есть опыт, связанный с армией. Я уже говорил об этом в связи с другим случаем. И данная ситуация не является той, когда министр должен подать в отставку. Мы не должны ориентироваться на подобные ситуации. Нам стоит создать условия. Говорилось и об условиях, в которых проходит призыв молодых людей в ряды национальной армии, об их подготовке. И даже это во имя Европы. Европа в Молдове быстро обретает черты повешенного солдатского трупа. И это только один из образов. Другие образы. Вор, грабитель, гангстер. Тоже ничего так. Достаточно было понаблюдать за перипетиями бесконечного, почти 15-часового, последнего заседания парламента. Глядя на то, с каким азартом распиливали они государственную собственность, для того, чтобы потом ее прихватизировать. Важные должности, как сводили счеты с кадрами нереформированных, то есть не предавших либералов. Как топтали парламентский регламент. С каким остервенением плевали на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Как затыкали рты оппозиции, чтобы окончательно увериться, нет ничего омерзительнее Европы в исполнении доморощенных проевропейцев. Что такого безобразного заседания парламента, как в пятницу, я сам с 98-го года в парламенте, я не помню. У меня, и не только у меня, у моих товарищей по фракции, создалось мнение, что в парламенте действует по-настоящему организованная преступная криминально-бандитская группировка. Проблема, безусловно, шире, и она напрямую касается тех европейцев, которые породили столь беспредельную власть, а после вдохнули в нее новую жизнь. Все эти шубели, фюли с баронессой Эштон в придачу. Разве не видят они, что их подопечные добили уже всякую привлекательность европейской идеи в народе? Прекрасно видят, ибо знакомы с результатами социологических опросов, звучащих и для проевропейской власти, и, соответственно, для евроинтеграции как приговор. Но как негодяи изящно парируют? По словам, в частности, спецпредставителей ЕС в Молдове Дирка Шубеля, на негативное восприятие правления и главной его идеей, идеей евроинтеграции, повлиял политический кризис в Кишиневе и ссоры между лидерами правящего альянса. Из-за того, что в последние пять месяцев правящие партии Молдовы делали все возможное для того, чтобы уничтожить друг друга, их рейтинг упал, а ЕС ассоциируется с партиями альянса, и поэтому наш рейтинг тоже упал. Стало быть, по обратной логике преодоление политического кризиса, формирование нового альянса, состоящего из тех же самых людей, но скованных запретом даже критиковать друг друга, по сути мафиозной амертой, в состоянии изменить отношение и к руководству страны, и проводимой этим руководством как бы евроинтеграции. При этом, вот в этом и состоит дипломатическое изящество, никто из европейских представителей, ответственных за Молдову, почему-то не вспоминает, из-за чего начался пресловутый политический кризис, и то, что Шубель называет ссорами между лидерами правящей коалиции. А были эти ссоры вообще-то перекрестными обвинениями в деяниях, подпадающих под различные статьи Уголовного кодекса, не только в странах Евросоюза, но и в такой евростремящейся стране, как Молдова. И вовсе не в самом факте ссоры проблема, а в ее содержании рейдерство, контрабанда, хищение в особо крупных размерах, взяточничество, государственное давление на бизнес через налоговую инспекцию. Это, конечно, очень все по-европейски. Так и вижу какую-нибудь, ну я не знаю, Ангелу Меркель, отдающую распоряжение придавить налогами, к примеру, Мерседес, чтобы Бош продал больше стиральных машинок. И при этом глава немецкой налоговой не идет собирать пресс-конференцию и не закладывает фрау Ангелу в германскую ментовку, а бодро отвечает «Да, шефу!» Да, шеф. Спасибо, что я вам не могу сказать, что это република Верди. В этом, собственно, и состоит двойная мораль еврокураторов, кураторов нынешней власти. Одни цивилизованные правила для внутреннего пользования, у себя там, а в этой европейской зомбезе получается можно все. Все эти серьезные со знанием дела и внутренней кухни альянса сделанные обвинения, так и не получили оценки не только отечественных правоохранительных органов, но и европейских кураторов действующей власти. Иными словами, если ты заслужил почетный титул «Свой сукин сын», можешь делать что угодно, хоть воровать, хоть убивать, но только так, чтобы об этом никто не узнал. Ну а если узнали, даже если все возмутились, не беда, можно произвести рокировочку, главных действующих лиц отодвинуть на задний план, спрятать до поры до времени, остальным запретить критиковать друг друга, чтобы не возникало новых ссор и кризисов. И все, что открыто, воруйте дальше. А тем только того и надо. Безнаказанность внутренняя гарантируется контролем над правоохранительной и судебной системой. Безнаказанность внешне добрыми плантаторами из Брюсселя. И это значит, что вовсе не европейские ценности, за исключением священной для них гей-толерантности, несут они сюда. И вовсе не следование этим ценностям щедро оплачивают. Пойдя по пути формирования в Молдове лояльного руководства, а не лояльного населения, Запад совершает огромную ошибку, поскольку такая Европа, ассоциирующаяся с криминалитетом во власти, воровством и беспределом, мало кого может убедить в правильности европейского стратегического выбора. Достаточно одной убедительной цифры, я ее уже приводил. 70% граждан Молдовы констатируют повышение уровня коррупции в последнее время. И это данные влиятельной международной организации Transparency International. В стране, где руководство, весь государственный аппарат при финансовой, политической и моральной поддержке Еврокомиссии, весь стремится в ЕС, опросы должны давать диаметральные результаты. То есть 70% должно почувствовать, как снизился уровень коррупции. И никак иначе. И вовсе не перебранки в парламенте или эфире телеканалов формируют такой малопривлекательный образ правления. И значит, евроинтеграция, являющаяся для этого правления главной заявленной целью, это еще одна крупная ошибка еврочиновников. Коррупция – это то, что каждый ощущает на собственной шкуре. О катастрофическом повышении уровня коррупции невозможно говорить с чужих слов. И остановить это можно было только через новые досрочные выборы. И это действительно был выбор. Выбор между демократией, которая соответствует европейским ценностям, и мафиотизацией страны, которая этим ценностям не соответствует. Филат честно признался на неделе, что выбрал мафию. Что вы считаете, что это favorит Молдове? О демократизации ленты, фармафиотской силы, или евроинтеграние с любой ценой, с ценой мафиотизацией totalной в Молдове? Ревенение коммунистов для гувернар, это не означает демократизация ленты, или европинизация ленты. Понимают ли это еврочиновники? Ну, разумеется, да. Больше того, они собственными руками формируют коррупционную среду, накачивая эту власть сотнями миллионов евро, и не затрудняя себя контролем за их расходованием. А скорее всего, делая это совершенно сознательно, они отдают же себе отчет в том, что пока у этих есть что воровать, они будут служить. Тот же Шубель с гордостью заявил на днях, что Молдова выглядела бы совершенно по-другому, если бы не деньги Евросоюза, 550 миллионов, это помимо всего остального. Ну да, да, господин Шубель, Молдова без этих денег выглядела бы значительно лучше. Хотя в словах опытного европейского чиновника есть резон. Новые частные особняки и личные автомобили дорогие, появившиеся в результате освоения этих средств, сильно оживили молдавский пейзаж. А скажите, пожалуйста... Невозможно рассчитывать на внешнюю поддержку европейцев. Скажите, пожалуйста, от того, что я общался так часто и так много с Дирком Шубелем и с этим Фюлем, скажите, пожалуйста, они что-то поняли, они что-то изменили в своей агрессивной политике по отношению к Молдове? Они осознали, куда они ведут Молдову? Они осознали, кого они поддерживают во власти здесь, в Молдове? Они осознали глубину этого криминалитета, этой мафии, этой коррупции в Молдове? И они почему на мое письмо, которое отправлено им полгода назад, до сих пор не ответили эти европейцы, если они такие честные, порядочные, куда деваются кредиты и гранты, которые получила Молдова, баснословные цифры и так далее. И для чего мне после этого с ним встречаться? О чем мне с ними говорить? Ну, в том-то и проблема, что вы каждый раз общаетесь с ними с точки зрения ультиматума. Вы каждый раз им выдвигаете ультиматум, либо посылаете... Я встречаюсь с ним в ультиматум. Я написал им письмо полгода назад. Более того, я скажу, после этого я написал письмо всем 27 президентам стран, входящих в Европейский Союз, и в которых нарисовал всю эту картину с этим воровством, с этих кредитов, этих грантов. Кто-нибудь ответил? Ждем ответа. Но у ЕС свои резоны, наверняка те представители европейской бюрократии, которые хорошо осведомлены о ситуации в Молдове, прекрасно отдают себе отчет в том, что сильно прокололись, отдав европейскую идею фактически на поругание. Но они сами себя загнали в угол, что заставляет их отчаянно закрывать глаза на все, что происходит в Молдове. По мнению большинства экспертов, программа «Восточное партнерство» в огромной степени провалилась. Судя по тому, что в Молдове численность сторонников евроинтеграции колеблется примерно вокруг еле-еле 40%, и это после 70% при ПКРМ в нашей стране политика «Восточного партнерства» провалилась полностью. Но ее надо чем-то закончить. Иначе немецкие работяги строго спросят, эффективно ли используются извлеченные из их карманов в виде налогов миллиарды евро, и недороговато ли обходятся им лично геополитические эксперименты Еврокомиссии. А это ни много ни мало политический кризис уже в самой Европе. Короче, как изящно выразился один политический аналитик, они просто спасают свою жопу. В Молдове Эштон, Фюлия и все структуры, занимающиеся «Восточным партнерством», пытаются спасти честь мундира. Пытаются оправдать растрату миллиардов евро на проект, который они провалили. Их интересуют собственные политические карьеры. Вот откуда эта иррациональная, абсурдная активность, поддержка бандитов и прочие подвиги ЕС в нашей стране. Все это они делают не для молдаван и даже не для воров из АЕИ и КПП. Они это делают для самих себя. Для того, чтобы на саммите в Вильнюсе представить европейскому общественному мнению историю успеха «Восточного партнерства» оправдать потраченные миллиарды. Завершиться этот процесс должен в ноябре в Вильнюсе. И Брюсселю очень нужно провести этот саммит. Уже из одного только чувства самосохранения. Если бы все было по-честному, доклады еврочиновников в столице Литвы содержали бы исключительно цифры невосполнимых потерь, имиджевых и финансовых. Какой-нибудь Фюле, если действительно по-честному, должен был зачитать доклад примерно следующего содержания. На ремонте дорог в Молдове украли столько-то десятков миллионов европейских денег. На реформирование юстиции украли все, поскольку юстиция по-прежнему политически ангажирована. Средства, выделенные на борьбу с коррупцией, пошли на коррупцию. Деньги на обеспечение экономического роста обеспечили экономический спад. Уважаемые господа, отмените, пожалуйста, мораторий на смертную казнь и расстреляйте меня, пожалуйста, за нецелевое использование колоссальных сумм денег простых европейских налогоплательщиков. Конец цитаты. Но поскольку подобного разворота событий мы с вами вряд ли дождемся, будут бодрые отчеты об успехе реформ, обеспеченном исключительно за счет их отсутствия. Ну, примерно то же самое, что мы имеем сегодня. У Республики Молдова есть все шансы перейти к парафированию соглашения об ассоциации с ЕС осенью этого года. Вот смотрите, как они формулируют «Есть все шансы приступить к парафированию». Звучит красиво, а по сути-то еще получается, что не факт, что будет даже парафировано. Как раз из-за подобного Юрий Лянко, обещавший три года подряд безвизовый въезд в ЕС, был вынужден под давлением общественного мнения и оппозиции подать в непринятую филатом отставку. Кстати, сейчас он может сам себя уволить, нет уже над ним филата, поскольку и к концу тринадцатого года не будет никакого безвизового въезда. Ничего особенного, эксклюзивного, такой вот вороватой и лживой власти, о которой у брюссельских представителей нет ни малейших иллюзий, не дадут. Молдова не получит в Вильнюсе ничего осязаемого, всего лишь парафирование, а вовсе не подписание и тем более не ратификацию договора об ассоциации. Кстати, такой договор, договор об ассоциации, причем, в отличие от Молдовы, уже давно действующие, имеют с Брюсселем не только такие ближневосточные государства, как Израиль, но и почти все страны Северной Африки вкупе с рядом стран Латинской Америки. Чили, например, имеет такой договор. Для них, как вы сами понимаете, наличие данного документа не открывает европейскую перспективу, о которой нам толдычат с утра до ночи. Что будет после Вильнюса, неизвестно, кажется, никому, включая Брюссель. Но после, после хоть потоп, беда в другом, еще до Вильнюса, Молдова может лишиться части территории и поставить под вопрос собственную, уже не европейскую, абстрактную, а реальную, государственную перспективу. И допустить этого нам с вами точно никак нельзя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok